Вы посмотрите, в каком положении подошла Эстония в 41-м году. Фактически крестьянство было все должно банкам. Огромное количество кредитов и невыплаченных кредитов уже тогда. Экономический кризис. Большие, по-моему, почти до 50% доходящие налоги. И вы посмотрите, что предлагает тут же российское правительство, то советское правительство, не российское, прошу прощения, советское правительство, прощает все долги, 13% наук и все. Я понимаю, интеллигенция понимала, чем это все закончится. Но человек судится, человек скаланная. А это понимал? Когда они говорили, что это твоя квартира. Мама, мы еще немцы уехали, забирайте немецкие квартиры. Все. Вот и все. По большому счету, история тогда вошла вот так. И там же никто не препятствовал. Если бы людей это не устраивало, восстания поднялись бы сразу же. То, что потом Сталин начал репрессии, то, что Сталин больной диктатор, кровавый больной диктатор, это понятно. То, что Сталин начал репрессии, но опять надо четко посмотреть, с кого он начал. Он начал с ним офицера. Ну да, но это, к сожалению, сейчас причина, почему эстонцы так дико относятся к русским. Потому что они свяжут репрессии Сталина с русскими. Потому что это пришло из России, из Москвы. И теперь люди, такие обычные люди, которые в то время хотели захватить эти квартиры, и все деньги, и все. Сейчас вот такие же люди думают, что вот Сталин, Москва, Россия, это русские, это одна и та куча. Они все вместе там хотят эстонию опять захватить, там опять будет голод, там в магазинах ничего нет, продуктов, люди голодают, денег нет, ничего нет. Хаос. Ну опять-таки по поводу... И это, это, и это есть, потому что они русские, русские все время, они, у них, ну как, они и есть этот хаос. И если, если мы вот всех русских отсюда выгоняем, тогда все будет спокойно, нормально, уже, уже все можно начинать жить. А пока они здесь, надо вот бороться. Вот так думает обычный такой вот эстонец Суицын. Ну я понимаю, дело в том, что он попал в достаточно сильную пропаганду, во-первых, то, что мы возьмем Советский Союз, относительно, скажем, жизни в той же самой России, Эстония была, правда, самая богатая деспублика Советского Союза. Ну, может, Грузия была еще богаче. Ну, у Грузии не было таких магазинов, как вы сказали. У Грузии, правда, у Грузии просто там другая экономика была, там было очень сильно развито натуральное хозяйство. То есть экономика Грузии в Советском Союзе была, застряла где-то в районе 1610 года, это не по развитию своему, а структурно. То есть на грузинских рынках можно было купить все. В Эстонии можно было купить все в магазинах. Ну, скажем, относительно все, да, понятно было, были какие-то проблемы, но тем не менее, мы могли в Нарви, в магазин в Нарви, и в магазин в Вангурде отличались как... Ну, это был как-то самый западный такой... Да, самый западный, Эстония была витриной Советского Союза. Вот, потом, то, что я просто разговаривал с людьми с теми же самыми эстонцами, они, честно говоря, до 70-х годов, вот те, кто могли в 60-е годы выезжать в Финляндию или в Эстонию, они говорили, ну, разницы сильно не было. Потом, в 70-е годы, когда у Советского Союза начались реальные экономические проблемы, да, Финляндия, то же самое, начало уходить вперед, Запад начал уходить вперед, а Советский Союз начал резко отставать, причем буквально резко, год за три, можно так сказать. И когда мы подошли, мы же все помним, что мы уже помним, кошмар перестроек, это магазин, ничего не было, да? Но тем не менее, это же был, по большому счету, кризис всего Советского Союза. Да не был кризис одной Эстонии, я скажу, в Москве было все хорошо, это был кризис всего Советского Союза. С другой стороны, если мы посмотрим культуру, вот, зайдите в Кум, посмотрите культуру Советского Союза, как она разобралась, посмотрите, сколько писателей, которые издавались многотысячными тиражами, тот же самый Лен Аркмер, тот же самый Ян Кросс. Ну, в то же время были не такие, которых не опубликовали. А я скажу, а сколько таких людей было в России? Очень много. Да. Вы что-нибудь слышали о таком СМОК? Самый молодой общество гениев в России. Это писатели почти что, это были поэты, мы о них почти ничего не знали. Андрохов уничтожил почти всех. Он просто отправил всех в текушку. Многие умерли еще не даже в сорока лет. Но это были великие поэты. Великие поэты, которых я для себя открыл, буквально несколько лет назад. Это огромный пласт культуры, русская культура, которая в советское время была уничтожена. Точно так же. Но это не... Понимаете, это как была всеобщая проблема. Тем не менее, тем не менее, в СССР культура, даже русская культура развивалась. Да, мы что-то теряли, мы что-то приобретали. То же самое в истории. Что-то теряло, что-то приобреталось. Но давайте сравним за последние 15 лет. Сколько великих писателей появилось в Мирстонце? Ну, это слишком... Маленькое время, наверное. За 15 лет? Почему? По крайней мере, хорошо. Те писатели, которых не издавали в советское время, где они? Тогда у вас вопрос, а где же эти писатели? Те художники, которым не давали рисовать в советское время, а где они? Ну, они остались где-то под подвалом. Правильно. Правильно. У своих политиков. Правильно. Почему? Да потому, что эти люди самовыражались. Для них сопротивление этой власти, той, которая была, это было их самовыражение, как только эта власть исчезла, сопротивляться некому стало. Их самовыражение закончилось. В этом-то и трагизм вот этого советского периода, что именно из-за этой жесткой машины, из-за этой жесткой репрессивной машины мы получили огромное количество интереснейших писателей, художников, актеров, режиссеров, не только в Эстонии, а вообще во всем Советском Союзе, которые появились только благодаря вот этой репрессивной машине. И как только она исчезла, исчезли они. Вы же помните, исчезли эта репрессивная машина, даже в России перестали хорошие фильмы снимать. Только сейчас начинает возрождаться российское кино, потому что появились какие-то другие приоритеты. Кстати, и эстонское кино сейчас начало возрождаться постепенно. Ведь великолепные фильмы начали сниматься. Вот сейчас. Но за 15 лет, если бы все подавлялось, все запрещалось, все закрывалось, когда это все разрешили, должно было бы все появиться. а ничего не появилось. Может быть, те первые, когда репрессивное время будет, чтобы появиться? Снова. Снова. К сожалению, я бы, честное слово, не хотел, чтобы эти времена возвращались. Но я смотрю по Эстонии. Дело в том, что диктатор, он прежде всего появляется в бумаге людей, а потом появляется на самом деле. Здесь тоже та же самая ситуация, как люди постепенно готовы, морально готовы, потому что пришло полицейское государство, и оно придет. Оно обязательно придет. И у нас достаточно много устойних людей, которые готовы себя, не до юра, хотя бы де-факто, позиционировать как диктаторами, спасителями не стоит. А вот сейчас такой же кризис, как был у Советского Союза, но теперь почти во всем мире. Почти такой же кризис, что все развалится, старые нормы и все подобное, старые обычаи, и говорят о том, что будет что-то другое. что ты думаешь, что будет? Чем это кончится, этот кризис? Я не могу сказать, чем закончится этот кризис, потому что очень трудно положить, насколько глубоко в обществе, потому что кризис, надо четко понимать, кризис не экономический, кризис не финансовый, кризис всего общества, цивилизации. Цивилизационный кризис, который мы сейчас воспринимаем как финансовый кризис, потому что вся наша цивилизация за последние 200 лет строилась на деньгах, на том, чтобы приумножить эти деньги. Вдруг мы столкнулись с тем, что больше мы их приумножать не можем. Все. Нам надо искать новые приоритеты. Что это? Я не знаю. Это правда. А никто не знает. Никто не знает. К сожалению, никто не знает. Я думаю, что тот, кто об этом что-то узнает, но он будет гением новым. И, к сожалению, вот здесь-то как раз, вы заметите, здесь может появиться правда человек, который крикнет «Я знаю», и это станет всемирным диктатом.